Типичная картина. Покупатель в ювелирном магазине приобретает кольцо с рубином, сапфером и изумрудом. Он хочет удостовериться в подлинности и качестве драгоценного камня и просит гемологический сертификат на этот камень. В ответ он слышит от продавца. Смотрите, все указано на бирке, это и есть сертификат. Знакомая вам ситуация? Действительно ли можно считать бирку настоящим гемологическим сертификатом? Здравствуйте, я Ольга Меликян, гемолог, эксперт по драгоценным камням. И сейчас я вам раскрою 5 фактов о бирках в ювелирных магазинах. Факт номер 1. Согласно закону Российской Федерации на бирке указан вес изделия, масса металла, проба, а также характеристики ювелирной вставки. Факт номер 2. На бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды и александриты в бирках указывают две характеристики – цвет и чистоту. Факт номер 3. Часто на бирках не указывают факт облагораживания, а это может быть термообработка, заливка свинцовым стеклом или флюсом, пропитка камней, облучение, диффузия с наведенной звездой и так далее. Облагораживание любого драгоценного камня снижает его стоимость на 50% и более. Чтобы скрыть информацию, облагораживание камня могут указать на бирке непонятной буквой, причем продавец сам не знает, что это. Факт номер 4. На бирке может быть написано слово «корунт». Вероятнее всего, это синтетический корунт и к драгоценным камням он не имеет никакого отношения, но при этом продавец может рассказывать, что это природный рубин. Факт номер 5. С точки зрения оценки стоимости и качества камня, бирка не несет никакой полезной информации для покупателя. Это всего лишь документ, говорящий о законности деятельности продавца. Природность и качество драгоценного камня можно узнать только из сертификата независимой гемологической лаборатории, а также оценить стоимость драгоценного камня у частного гемолога. В момент покупки в ювелирном магазине получить гемологический сертификат на камень, а также оценку стоимости от независимого гемолога практически невозможно. Больше знаний о драгоценных камнях по ссылке в профиле.